Всем привет! Пожалуйста, напишите, что нас слышно хорошо, видно хорошо, что еще напишите, пожалуйста, что мы очень красивы, особенно Ольга. А я пока проверю. Ольга, танцы! Очень рады, что сегодня вы с нами. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Начнем только наш разговор, конечно же, продолжим еще в последующие два дня. И эта тема – это шейк, как его создавать, вообще что это такое и как с ним, собственно, перемещаться в пространстве. Что, я думаю, самый, наверное, важный аспект, потому что мы можем создать красивую картинку, но с ней двигаться, к сожалению, не всегда получается в балансе. И вот поэтому сегодня наша задача – с вами начать разбирать эту тему, очень актуальную, на наш взгляд, на данный момент, потому что, ну, очень много пар, к сожалению, танцуют с большим шейпом, но при этом упускают очень много других технических моментов. Я полез проверять в телефон, слышно нас или нет, и он сломался. Он просто у меня выключился, правда, сеть пропала, я поэтому перезагружаюсь, но надеюсь все-таки, что мы можем начать, что нас слышно, видно. И вот правильно Олечка уже сказала, потому что, конечно же, сейчас очень актуально создание шейпа, то есть, ну, наверное, без определенных шейпов очень трудно быть конкурентоспособным. Но иногда то, что мы видим, он занимает слишком большое место в головах танцоров, то есть, если вот шейп, 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 немножко выходит от того, откуда это все берется. Да, то есть, создают какие-то амплитуды, не всегда понимая то, за счет чего именно это все создается. И мы в течение этого марафона хотим вас как раз научить, научить вас структуре, системе, как мы создаем шейп. Вот смотрите, система, она довольно-таки, ну, простая, если ее понимать. И каждый шаг своей хореографии после нашего марафона вы четко сможете понять, какое действие вы должны совершать, чтобы выглядеть, грубо говоря, красиво. Если, опять-таки, каждое из этих действий... Пронять красивый шаг. Да, если, конечно же, каждое из этих действий вы сделаете правильно. Сейчас я уже положу телефон. Мне немножко не нравится то, что... На самом деле, ну, ребят, тема непростая, поэтому очень важно, чтобы, ну, по возможности, естественно, но если есть такая возможность, это вообще замечательно, чтобы вы участвовали онлайн. Потому что в конце мы будем отвечать на ваши вопросы по теме, конечно же, да, касающиеся шейпа, касающиеся темы конкретного, то, что мы разбираем там сегодня, завтра, послезавтра. И если вот что-то вам непонятно, да, мы будем стараться максимально развернуто вам дать объяснение, потому что, ну, действительно, тут много моментов, нюансов. Да, давай начнем. Значит, ребята, создание шейпа – это определенная комбинация трех плоскостей. Это вращение, наклонной плоскости и, вот так вот, скажем, свинговой плоскости. И если я делю каждую из этих плоскостей на три, у меня может тело вращаться вправо, может не вращаться, может вращаться влево. Наклонная плоскость, может быть, наклон вправо, без наклона и наклон влево. Свинговая плоскость, я могу быть над партнершей, ровно и под партнершей, да, в зависимости от ситуации. И вот комбинации вот этих вот трех плоскостей создают определенную картинку. Шейп. Шейп – это форма. То есть, если дословный перевод с отлично, это форма. Форма, не знаю, ну, допустим, вот такая форма телефона. Вот это форма бутылки и так далее, и так далее. То есть, это определенная просто вот картинка, форма, в которой мы стоим. Также есть еще растяжение. Это немножко другое. Да, то есть, как мы растягиваем свои мышцы и так далее, и об этом мы тоже поговорим. Так вот. Сейчас, секундочку. То есть, что прежде всего, но важно понять, что шейп – это не огромный объем, с которым мы танцуем. То есть, шейп – это как раз картинка, которая может и должна меняться во время танца. То есть, она не всегда одинаковая ни в коем случае. Да, то есть, самое, наверное, большое заблуждение танцоров, что мы должны растянуть свои мышцы по максимуму, натянуться и вот эту картиночку провести без изменений. Вот это, к сожалению, не работает. Натянуться, калечиться. Я после лекции онлайн для вас, ребят, я собираю новые слова в лексиконе Ольги Сергеевны. Натянуться. Но иногда, к сожалению, так у себя партнерши ощущают. Буду натянут или накрест. И калечиться. И еще в этом положении нужно успевать какие-то… Вытанцовывать еще что-то головой. Конечно, когда все мышцы перетянуты, когда все в стрессе. Да, и при этом еще надо, ну, желательно партнера на себя не дергать, да, ну, это вообще уже выше пилотажа. Выше пилотажа, да. Вот, поэтому форма, да, шея, она же форма, она должна, конечно, во время танца не меняться. Это вот самое основное. Я помню, как Фабио, наш тренер, любимый наш отец танцевания, Фабио Селлин, я ему как-то спросил, я говорю, Фабио, я зажатый? Он говорит, нет. Я говорю, как нет? Все мне говорят, что я зажатый. А ты мне говоришь, нет. Я говорю, ну, а ты чувствуешь себя зажатым? Я говорю, нет. Он говорит, да, ты просто выглядишь зажатым. Я говорю, что это значит? А ты не меняешь форму как раз шеи. То есть ты свое тело не меняешь в разных плоскостях. То есть, вот смотрите, элементарный пример я сейчас покажу. Не знаю, там, наверное, у меня одного достаточно будет. Вот если сейчас я буду делать вращение и наклоны, но не буду менять свинговую плоскость, чтобы меняется. Вроде и вращение делаю. Вроде и наклоны меняю. Но из-за того, что моя свинговая плоскость не меняется, вот то, что я делаю вот эти вот три, кажется, что все очень зажатым. Хотя, в принципе, я не зажимался. И он говорит, ты просто ничего не делаешь, поэтому ты выглядишь зажатым. И он мне дал такое правило. Если ты не меняешь тело больше двух шагов, все, пиши пропало. То есть, когда три шага в одной и той же форме, вот этот вот, то есть какая-нибудь из плоскостей должна обязательно поменяться. Чаще всего, честно, что я чувствую, меняется в каждом шаге. Да, но иногда бывает два шага. Три, ну я даже не знаю такой фигуры, при которой у меня в течение трех шагов не менялась бы какая-нибудь из этих плоскостей. Вот, поэтому тут очень важно понимание того, как мы создаем эти плоскости. И сегодня на первой нашей лекции марафона, ребята, вот еще раз правильно Ольга сказала, что те, кто будут смотреть записи, ребята, я понимаю, у всех разное время и так далее, старайтесь быть онлайн. Это просто мое пожелание, наверное, как тренера, потому что я все-таки ответственный за ваш прогресс. Потому что, когда есть прямое общение, у нас в каждой лекции будут как раз вопросы ответы. Если что-то непонятно, нас сразу можем объяснить, да, что не только голая информация, а также сразу же ответить на вопрос. Не стесняйтесь задавать вопросы, мы будем безумно рады вам помочь. Так вот, мы начнем с вращательной плоскости. Она на самом деле, ну для меня одна из основных, они все, конечно, важны, но она одна из основных, потому что, как партнер, эту плоскость я должен контролировать больше всего. Если, допустим, в наклонной плоскости, если я даже сделаю очень плохо, давайте только мы сейчас станем боком, чтобы Ольга к вам в боку не стояла, не боялась сейчас. Вот если вы смотрите, я сейчас буду делать очень большой наклон влево, я прям сломал Ольгу, не пытайтесь повторить это долго. Не ломайте партнер, ни в коем случае не пытайтесь повторить это на турнире. Да, или в руку, я сделаю в эту сторону, коленка, коленка, локтями, носами, то все равно она может просветнуть. Видите, она как бы все равно за мной 100% слепует. Если я сделаю свинковую поздно, я сейчас буду ошибаться. Еще раз, я делаю очень плохо. Если я делаю вот так, Ольга все еще может. или вот так, мы можем все равно быть вместе, даже если сильно что-то ошибаемся. Да, я переборщил с использованием этой плоскости, переборщил слово. Ну, вы поняли. Переборщил. Так вот, если наклон, не наклонная, вращательная плоскость, уже это так не работает. То есть, если я сейчас слишком сильное вращение сделаю, Ольга начинает падать с ног. Почему это происходит? Потому что мы теряем баланс в тот момент, как только плечи начинают уходить за пределы ног. Вот как только у нас пропадает вот этот вот connection, связь между стопа, бедром, плечом, мы сразу вне баланс. То есть, как только мы съехали, очень тяжело оставаться в балансе. И если я нацу один, вот у меня правил нет. Я один могу сколько угодно врутить вращать, что угодно, вот хочу ясно с вами правый поворот и посмотреть себе на попу, но вопросов нет. То есть, я всегда привяжу вам пример, потому что я иноментарно. Я могу вот так, вот так закрутиться. Видите, я как очень сильно закрутиться, может быть, давать обстану, потому что он не двигается. Потом я все равно могу восстановить этот режим. Если я сделаю это с Ольгой, шансов двигаться уже не будет. Потому что я сразу ее перемещаю с ноги. То есть, я как партнер ответственен не только за свой баланс, но и также за баланс партнерши. Я не могу настолько же свободно вращаться с Ольгой, ну, с партнершей, как это могу сделать один. Поэтому есть определенные правила. И так как эта плоскость, она, наверное, самая все-таки важная, она отвечает очень сильно за баланс, мы сегодня в первый день обсудим как раз вращение. Как создавать вращение. В принципе, у нас их всего два. Вправо и влево. Но они не одинаковые и работают немножко там по-разному. Вот тут вот нюансы мы как раз хотим сегодня разобрать. Как именно мы это делаем. Ну, давайте начнем, наверное, с самого такого базового упражнения, которое мы всегда используем, для того, чтобы дать почувствовать, как у нас вообще работает, ну, хотя бы сначала вот верхняя часть относительно друг друга при вращении. Потому что самая распространенная ошибка, когда, ну, пара мест вращения получается перекатывание вокруг друг друга. То есть, если мы в профиле как-то встали, да, потом встали, вроде бы, хорошее соединение, и дальше, когда мы начинаем вращаться, мы на самом деле не вращаем мышцы вокруг подвоночника, а мы меняем оскус подвоночника. То есть, получается, мы как бы перекатываемся относительно друг к другу. То есть, вот это, вот эти вращения, да, потому что, ну, если, допустим, мы в таком не совсем ужасном, да, взаимодействии с наступлок правого порта используем, например, этот приз перекатыш. Перекатышка, перекатышка, правило поворот в стиле перекатышка. Сейчас перекатышка, да? То есть, что сразу, получается, пропадает? Пропадает поступательное движение, да, потому что вес не над надой, вес не проходит в ногу, соответственно, у нас уже нету оси вращения, нету свободной стороны, которая запускает, соответственно, весь ваш вес. Получается, что вы просто используете мышцы верхней части, чтобы вдруг перетащить с места на место. То есть, ни о каком релизе, ни о каком высвобождении, да, своего веса, конечно, речь и не может. Поэтому, что самое важное понимать, что мы, даже не совершая вращения, все-таки использовать больше мышц вокруг подвоночника, да, чтобы позвоночник, сейчас мы будем делать упражнение на месте, но во время передвижения все равно ваш взвоночник должен оставаться до вот зоны вашей грудной клетки, до зоны под лопаткой, он должен стараться стремиться оставаться вертикальным, даже в двух подборщах. То есть, валют. Да, у вас никогда не получается движение прежде вот в таком взвоночнике, то есть, это всегда верхняя часть, да, вот ваших грудок, зона ваших плаватин должна оставаться в одной ноге. Мне очень, извини, пожалуйста. Мне очень помогло в свое время, ну, я думаю, у каждого танцора есть какие-то, ну, по-английски сказать, keywords, да, то есть, ключевые слова, которые помогают. Вот мне очень Ольга как-то помогла, вот я тоже не мог почувствовать там длинный центр, и она сказала, ну, ты встань как птеродактиль. Я говорю, кто? Говорит, ну, птеродактиль, птица вот эта, динозавр. Он говорит, большой здесь, если человек такой, о, о, и вот мне вот, хоть и смешно, да, вот мне там за тридцатку уже ходим, она мне сработала. Я вот чувствую, как вот эта вот часть, она у меня очень длинная. То есть, если я встану, мне вот скучно, она очень-очень длинная, и вот эта часть, она вертикальная. То есть, ни в коем случае, чтобы не разваливать себя вот в позицию беременного пингвина. Вот это вот, и тогда начинается вот эта вот как раз перекапочка. То есть, чтобы нам с вами сделать правильным образом вращение, нам нужно научиться изолировать верхнюю часть от нижней части, да, то есть, чтобы у нас с вами, допустим, в какой-то момент низ оставался стабильным, верхняя часть совершала вращение, либо же наоборот, верх остается стабильным, вниз. Это возможно только, когда ваш позвоночник не спрессован. То есть, вы должны мысленно представлять себе картиночку, да, где все ваши позвоночки, они друг от друга растянуты. Тогда они в более легком соединении, соответственно, гораздо легче происходят все вот эти моменты разделения и скруток. Чем больше вы спрессовываете, я хочу разделить, я держу, ничего не получится. То есть, это все должно быть над таком вот ощущением легкости и ощущением вытяжения в спине. Да. Ну, давай... Да, значит, мы стоим, ноги на ширине плечного чуть-чуть подальше. Вот мы встали, и мы создаем вращение. Право, влево, право, влево. Обратите внимание, что я всегда смотрю на вас, в камеру, Ольга всегда смотрит на стену сзади меня. То есть, она меняет голову у нее. Налево, направо, право. Да? То есть, ключевой момент здесь является тот, что неважно, в какую сторону у нас с вами происходит вращение, вправо или влево, мы не должны терять длинный контакт в правой стороне. То есть, наш с вами центр пары, он расположен в правой стороне. И здесь вам важно не бедро ни в коем случае, здесь вам важно правое ребрышко под грудью, которое всегда остается в контакте. Когда мы совершаем вращение, да, очень важно, чтобы низ вот вашего животика, он всегда стремился все равно растягиваться в длину. То есть, в любом случае, мы будем сейчас чуть позже уже говорить, вращение, оно всегда связано с растяжением. То есть, мы не можем просто вращаться, не заканчивая это растяжение. Поэтому, в любом случае, вас будет друг от друга немножко в конце относить. Поэтому, важно, чтобы низ живота все равно оставался максимально дотянанным и направленным вниз. При этом, правое ребро остается всегда друг с другом и работает друг через друга. Следующий момент, который очень важен при исполнении этого упражнения, то, что мы должны проходить нейтральную позицию. Да, то есть, если... Сейчас делаю это положение. После вращения вправо я не могу перекатиться сразу же влево. Я за счет изменения в тазобедренном суставе прихожу в нейтральную позицию и потом уже поворачиваюсь влево. Тазобедренный сустав в нейтральная позиция, в правом. Тазобедренный сустав в нейтральную позицию влево. Чтобы лучше почувствовать вот эти вот, потому что Ольга показывает, я вблизи вижу, вот когда она делает, я вблизи вижу, как у нее меняется угол тазобедренного сустава. Вот здесь, как складочки даже на брюках у нее меняются. Вот. Чтобы, ну, не знаю, может быть, в камере это не очень хорошо видно, чтобы почувствовать это и понять, что там должно происходить, есть элементарное упражнение. Вот мы стоим вот таким образом и начинаем поднимать правую ножку наверх и ведем вперед левую сторону. И внутри вот здесь образуется определенный пункт. Да, во-первых, если я сделаю завален назад, я упаду, я ногу не могу поднять. Да, то есть у нас вот это вот, когда действие идет, у меня центр, он очень сильно растянутый, очень длинный. Я прям чувствую, как кишки внутри крутятся. Раз, теперь в другую сторону. Левая нога, правая сторона вперед. Если кто-то смотрит около камеры, может встать и поделать, ребят, вот прям поделайте и почувствуйте, как вот здесь у вас прям меняется угол в паховых мышцах. То есть это не поворот ведра в разные стороны. Это как раз взаимодействие, что колено, правая, левая сторона. Раз, и в другую сторону. Вот этот принцип мы постоянно используем во вращении. То есть когда мы вращаемся, у нас внутри, вот здесь, меняется угол. Это не вот наружу вот это действие, а внутреннее состояние забедренного сустава. Вот, Олечка, если еще раз покажешь, она делает гораздо лучше меня. То есть не в коем, если я сейчас, знаете как, так как я имею право положить ей руки на беднышки, я вам покажу, что за начетом мои руки лучше делают. Видите, то, что мои руки крутятся дальше. Да, вверх у нее вращается больше, чем вниз, но все начинается тазобедренного сустава и по спирали выходит наверх. Тазобедренного сустава и наверх. Это взаимодействие в первую очередь стопа, колено, бедро и потом уже верхняя часть. То есть очень важно начинать с базы. База, вверх. То есть как итог, а муж еще бедр? Тебе несложно? Вот как итог, что мы видим, что постоянно от пола наверх, от пола наверх. Всегда используем колено, бедро, колени, бедро, колени, бедро. Не только вот мы стоим и вот мы вверх крутим. Да, тогда у нас как раз вот этого внутреннего действия вокруг позвоночника будет не хватать. То есть, ребята, любое действие, оно все равно у нас начинается с базы. То есть, ну, правое вращение, левое вращение, чуть-чуть разные принципы, но все равно любое вращение начинается с них. Это очень-очень важно понимать. И в принципе, каждый шаг, мы в каждом шаге создаем то или иное вращение. Вначале, каждую фигуру сделает свое первое вращение. И вот сейчас, когда мы с вами это сделаем... Нету ни одной фигуры в таком, чтобы не было вращения. Вот просто-просто. Ну, нет. Ну, даже вот шаг-верок, казалось бы, да, но мы уже идем... Там одна восьмая вращение. Да? Но все равно вращение присутствует. И мы видим визуально, что оно в корпусе создается, но на самом деле все равно это все начинается с них. И вот сейчас, когда мы делаем с вами на месте, что важно, да? Потому что мы первые вроде бы сказали, что надо разделять вниз и вверх. теперь говорим, что, ага, мы начинаем снизу, заканчиваем вверх. Вроде крутим все. Ребята, мы с тобой с вами сейчас не крутим. И за счет этого вы почувствуете, да, вот если вы начнете это действие в суставе, у вас, вот, допустим, я начинаю вращение вправо, колено вправо ни в коем случае не вращается, потому что если я разверну, то я даже не несет сразу же назад. Колено вправо не вращается, вращается вправо, тазобедренный сустав, и дальше уже по спирали у меня тело идет вокруг позвоночника. То же самое, если я начинаю движение на левой опорной ноге, левый тазобедренный сустав двигается назад, колено не вращается, стопа не вращается, и действие по спирали идет в корпус. Да, то есть вот это действие, оно при любом шаге назад у нас происходит, что у нас вращение начинается в тазобедренном суставе, ни в коем случае не вместе с ногой. Но на паре это кто может быть делать, да, но проблема в том, что чаще всего ничто не происходит как раз-то на ветхом суставе, поэтому верхняя часть мы как раз-то начинаем переваривать. Можно мы сейчас на ветх покажем как раз это на примере правого поворота? Или сначала отпулем? Нет, давай я еще раз подпишу. Еще раз? Да, да, да. Сейчас мы уже в паре встанем, сделаем вот эти упражнения, о чем он сейчас говорит. Да, то есть как только у нас суставы не заработают, тогда и верх будет смотреться свободно. Да, то есть если мне тут поставить позицию. Смотрите, мы не создаем никаких наклонов, мы создаем вращение. Тюрьмей. Проходим через нитралку, вращение, потом можно добавлять растяжение. Нитралка, вращение, растяжение. Нитралка, вращение, растяжение. Нитралка, вращение. Не двигаемся. Вот если сейчас мы поставим немножко ножки по-другому, входит, создание позицию вверх. Вот он, пожалуйста, это первый шаг правого порода. То есть вот еще раз повторите, вот он, вращение, нейтралка, вращение, нейтралка, вращение, стоп. Пожалуйста, это первый шаг правого порода, когда у меня создается вот такое вращение. И опять-таки, мы просто должны это действие, которое мы сейчас делаем на месте, развивать в пространстве во время движения. И очень важно, что все равно вы проходите через нейтральную, потом растяжение. Нейтральную, потом, не в растяжении, вращение, а потом в растяжении. Ну, значит, первый момент мы с вами взобрали при движении назад. Да, что у нас обязательно с вами вращается заведование с ультапа пора ноги, сама порная нога, коленка и стопа не вращаются. При движении вперед, да, вот сейчас, ну, как и Дима показал, что это первый шаг у него как раз по правому повороту, он начинает движение вперед. Самая распространенная здесь ошибка, что как раз вращают свободную ногу, да, то есть задают амплитуду опорной и свободная нога продолжает эту амплитуду. Что получается? Опять получается великотушь. Соответственно, здесь ваша основная задача, да, вот если, ну, а мы сможем сейчас с тобой, давай попробуем на том же упражнении. делать, что если партнер, да, сейчас стоим ввезем в углу, чуть-чуть больше веса перенесет, ну, партнер, партнер, не важно, на левую ногу, получается, вы начинаете вращение левой ноге, но обязательно, чтобы ваша правая нога сдерживала это вращение, и тогда, опять, как результат, получится спираль вверху. Я могу. Ну, я пробую, я хорошо. Учи меня, маэстро. Чуть-чуть, только, наверное, веса больше на левую ногу добавить, что-нибудь. Так, и вот пошел, 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 пошел вес. То есть, как вы видите, вот это нога меня держит. Вот это, вот из этого положения, обратите внимание, а, свело, что-то. А, давил, давил и свело. Ребят, мне недавно стало 36, я теперь вообще старый. Простите меня. Так вот, еще раз, чтобы стопы были, вид мои, сводящие. Вот эта часть двигается, вот эта стоит. Это я задаю вращение. Если я стою на месте, да, все то же самое. Я вращаюсь, у меня вот эта часть не вращается. Также, и во время движения, вот на стопе, я начинаю вращение, а вот эта стопа, вот эта нога, все омениваетесь. Что происходит во время фиксации свободной ноги? Правые стороны, они у нас не дергают друг подругу, потому что самая неприятная вот ситуация, когда, ну, партнер или партнер, что-то идет вперед, съезжает, волнует и пара. То есть здесь уже, конечно, очень сложно сохранить красивый объем и в то же время вообще двигаться в этом положении, потому что у вас пропал общий ряк. Поэтому вот эта нога, которая не меняет свое положение, она в два раза. Может быть, я стану так, чтобы вы чувствуете? Нога, которая, ну, да, на момент правая, да, фиксирует вращение, она как раз позволяет и стороне продолжать двигаться все равно в меня. То есть если бы до этого с вами делали на месте, и вправляя всегда вот этот верхний проток в череду его, то теперь, если мы, ну, допустим, первый шаг будет право, да? Да, делать это. Привести ее. Подготовка к вращению внизу, но правая сторона двигается через меня. У меня, в свою очередь, меняется правый нозабеданный сустав, на этой линии свободная нога, но не вращается при этом. Я думаю, вам плохо слышно, когда мы от вас отворачиваемся. Поэтому мы так крутимся, вертимся, это не потому, что мы идиоты, а просто потому, что мы за вас переживаем. вот здесь у меня нет вращения. Вращения в тузобедрином суставе опорные, ноги не вращения свободные. Вверх при этом идет по кругу друг друга. Сейчас сразу в ракурсах покажем, кирпинцетку. Чтобы не было воздух. Видите, я съехал вовнутрь. И вращаясь, вот вы просто включаете с уставом, это залезы. Верхняя часть очень тяжелая. Поэтому мы вам советуем всегда делать вот такое упражнение. Вращение через коленку. Только обратите внимание, что очень сильно используется именно база. Вверх, это вы видите, вот я даже сейчас по картинке смотрю, вау, там вверх тогда будет вжу-жу-жу-жу. Я специально вверх много чего-нибудь добавляю. Я внизу начинаю, вот пожар начинается внизу, а наверху это вот возгорает продолжение, да, ни в коем случае. Просто посмотрите, сейчас я буду делать это вверх. Вот внизу мы выключим, я не буду специально пахнуть, давай, не делай. Давай стараться хорошо. Ну, все равно мы делаем неплохо. Но если мы подключаем колени, то есть движение сразу становится свободным. Почему важны колени? Потому что колени, они сразу же включают наши суставы. Суставы, вот невозможно вот эту диагональ создать, если вы не будете работать коленами вперед, потому что эти две части тела, они работают всегда на контрбалансе. То есть, ну, попа ушла назад, а ваше тело пошло вперед. Соответственно, чтобы послать тело вперед, вы должны тоже и коленочек использовать. Поэтому пола, да, и колени всегда работают в одной связке. Извини, я не могу не прочитать. Расим Алим Гулов пишет. Мне 22 тоже сходят стопы, когда стараюсь показывать детям. Расим, я так тебя понимаю. Окей. Можно чуть-чуть у нас, ну, да, про растяжение надо чуть-чуть утромить. Да. Вот о чем я уже немножко затронула, что любое вращение, оно, конечно же, связано с растяжением. То есть, совсем прям голубые только вращения никогда не делают. То есть, это всегда в результате у нас потом еще происходит все равно доделывание в растяжении. Да. И если мы говорим про, опять-таки, растяжение, про использование веса и друг друга, про создание вот как итог конечного продукта вот этого шипа, да, который вы видите в конце зэм, я не знаю, то есть, вот это все развитие, вот создание, 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 создание. Вот конечный итог это как раз конечное растяжение. Как мы делаем вот этим растяжением? Первое, что надо понять, вы видите картинку, что она увеличивается. Но на самом деле мы в этот момент не двигаемся назад, а мы двигаемся вперед. То есть, если я стою, давайте я вот так вот боку во встану, вот таким вот кромочкой, чтобы мы перегораживаем, и что-то начнем. вот если я стою вот так, я могу, вот смотрите, от центрального, мне кажется, я вот сейчас прям идеально по центу что-либо, вот прям от камеры, да. Вот смотрите, я могу сделать шею вот таким вот, или вот таким вот. Обратите внимание, что у меня голова, вот просто я не знаю, какие компьютеры, или телефоны, кто на чем сидит, кто через что смотрит, но вот у нас компьютеры, прям, моя голова сейчас по центру экрана, и когда я делаю вот так, у меня получается вот эта часть, она осталась по центру, а вот эта, она отвалилась назад. И сразу я чувствую очень большую нагрузку на поясницу. Вот многие девочки жалуются, потому что, а поясница болит. Эта часть сегодня происходит как раз от того, что она начинает движение назад. Любой шейф, который мы делаем, растяжение вот этого, да, конечную фазу этого шейфа, это движение вперед. То есть обратите внимание, что у меня голова будет стоять на месте, а нижняя часть, она пошла вперед. То есть, может быть, количество, объем, вот в чем у нас объем, в литрах меряется, да, вот багажник, 60 литров, вот у нас объем, который мы создаем, он, допустим, не знаю, 100. Вот эти 100 можно создать по-разному. Можно за счет отвала, а можно за счет движения вперед и разделения своего тела, что у нас колени, стоп, не стоп, извините, колени, бедра, два центра, особенно второй, двигается вперед, а голова просто осталась на месте. Конечно, у партнерши есть еще небольшое экстра действие в голове, да, то есть, конечно, партнерша гораздо более эластична в своем шейфе, она и есть, как бы цветок, да, партнер как бы направляет, я контрбалансирую в голове, но я не добавляю экстра вот этого, да, то есть, если вы сейчас посмотрите, мы сделаем, сначала на меня посмотрим, нет, мы на Ольгу тоже, конечно, но сейчас променяем, то есть, я сделаю врачей, когда идет растерление, смотрите, не назад я ушел, видно, да, наверх, а я двигаюсь вперед, конечно, у меня здесь есть в этой мышце натяжение, но я не уйду, сейчас я сделаю партнер, смотрите, не успокоен, тяжело так стоять, тяжело стоять, вот, то есть, в любом случае, конечно, я хочу оставаться мужчиной, я это уже не, не изменить в 36, так вот, когда я поворачиваюсь и растягиваюсь, я двигаю в нее, в свою правую сторону, в данном случае, то есть, как итог, что происходит, она чувствует давление с моей стороны, с правой стороны и отвечает мне тем же самым, то есть, мы начинаем создавать через внутреннее сопротивление давления растяжение друг от друга, но, на самом деле, оно идет друг в друга, то есть, если мы берем, знаете, печатаем букву Х, блин, вот не видно, ну, наверное, вот так понятно, да, вот печатаем букву Х, вот так плохо, печатаем букву Х образуется как раз, когда мы делаем шеи друг от друга, вот, а у нас снизу, это должна быть как прописная буква Х, ноги, колени, центр, второе центро друг от друга и уже две головы, которые идут друг от друга, контрабалансируемые, но ни в коем случае не печатаем, когда идут ноги и вот отсюда опять празднуем на тупках, отвал, да, то есть как только я чувствую каждую шею, я двигаюсь вперед, то есть вот мы делаем вращение право и растяжение не назад, а вперед, вперед, моя активная правая сторона работает вперед, вперед, не, мы можем создать такую же картинку, но вот так, назад, 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 все равно ходи выше, чуть-чуть вперед, да, но вот, видать, у тебя уже ДНК невозможно сделать очень плохо, потому что она просто, я чувствую, я от нее отваливаюсь, она за мной все еще правой стороне двигается, думаю, ну, боже, покажи, ты плохо, вот, теперь немножко, ну, конечно, заедем мою лицо, да, насколько они разные, я к вам поближе подойду, видите, у меня правая, вот сейчас, нет, вот сюда мне надо встать, вот, видите, насколько у меня правая больше, чем левая, это все из-за нее, она вот этой вот рукой висит, так вот, не отклоняюсь, да, а я не отклоняюсь, я бегусь вперед, вот, значит, смотрите, что важно еще понимать, когда мы, есть такой закон, вот, когда мы поставили ногу, после этого мы можем повернуться максимум 45 градусов, то есть, 45 градусов, это одна восьмая целого круга, 360, да, то есть, вот, если я вот вращаю, опять-таки, такой же предел, сколько я могу ее повернуть, вот, если я вот так сделаю, она видите, куда сваливается, то, что мы начали сегодня, о том, что это плоскость, которую мы должны контролировать, да, как я контролирую вот это вот вращение, я всегда должен оставлять правое бедро очень сильно закрыто к партнершам, то есть, когда правое вращение идет, очень важно его не раскрывать, и у меня идет вращение по спирали к верху, и мне важно понимать то, что ее плечи не уходят за пределы стопы, моя правая рука всегда над ее ногой, и вот если сейчас я отойду, а Ольга остается, можно? То есть, у нее сейчас, в любом случае, если я проведу линию от головы до ноги, это одна линия, у нее тоже что-то сводит, ребят, так вот, голова, нога, одна линия, тебя подождать сводит, и хорошо вылезет, сейчас, ну, ребят, я вам честно скажу, мы сегодня в зале, с 11 утра, и я поел два кофе, вот я реально, я сегодня с 11 утра, я поел два кофе, все, и сейчас мы на адреналичке, таком, опа, опа, ребята, всем привет, но внутри такой, ды-ды-ды. Не, у меня было два кофе, и две печеньки, а так как мне надо, а так как мне надо худеть, я печеньки не ем, вот, всем привет. Так вот, еще раз, то есть, когда идет вращение, очень важно контролировать скиньки, и есть, правда, небольшой секрет, вот смотрите, есть вот это вот, то, что мы с вами обсуждали, по поводу растяжения, это называется растяжение аут, то есть, когда мы из пары, то есть, мы создаем давление друг у друга, зону реконтакта, и в голове натяжение возникает, то есть, у нас есть такой, как бы, 50 на 50 давление натяжения, да, 50 на 50 процентов, и это называется аут, вот когда я делаю шею аут, максимум 45 градусов, но есть секрет, когда я делаю больше вращения, тогда надо делать шею плину, то есть, что происходит, я на этот момент, крайние точки контакта не убираю, бедро, ребро, а вот между ними, вот это пространство, я начинаю засасывать, блин, как же мне показать, что это выглядит, ну, ты вам все руку положи на центр, чтобы, опять-таки, черное сделать, не совсем черное, да, просто, чтобы вы, видели, я к вам подошел, всем привет, вот давайте еще даже блин, вот я начинаю вращение, и дальше, когда идет растяжение, я могу сделать аут в нее, видите, я двигаю в нее, или в себя, то есть, у меня вот эта часть, она засасывает, тем самым, что получается, она бедро, бедро и ребро, она чувствует как, целостность стороны не теряется при этом, потому что многие начинают делать еще, добавляя при этом какую-то свинговую плоскость, вот эти две точки, я не убираю, я убираю то, что между ними, это самая мягкая часть человека, пузо, вот пузо я всасываю в себя, тем самым, она начинает туда немножко провалиться, в этот вакуум, который мы создаем, как партнеры, и возникает, опять-таки, растяжение у партнерши, но при этом я, уже не в контрбалансе, а я больше как в надне, то есть видите, я остался вообще ровным, но при этом шейф создан, первый вариант, шейф аут, друг от друга, шейф ин, я наден, шейф аут, шейф ин, шейф аут, шейф ин, очень хорошо, ну я прям вижу его очень хорошо, я с собой доволен, хорошо, но в левом еще объяснил, надо в левом, теперь, что касается права, что касается влево, по поводу шейф аут, шейф ин, все то же самое, но, есть момент, чтобы ни в коем случае не перекручивать партнершу за себя, то есть, что происходит при левом вращении, если при правом, у них очень важно контролировать правое бедро, и телом, там, я еще довожу, больше вот этого, по спирали, влево, настолько же сильно, я не разделяю, да, потому что, иначе она прям меня бросит, то есть, если я делаю вращение влево, через коленочку, нейтралочку, пришли, дальше, отсюда, я не продолжаю, только вверх, видите, сразу шейф нарушился, да, картинка, в этот момент, я еще больше растягиваю центр, очень сильно, вот эту часть, и у меня вращается, уже вот эта вот стоит, а вот эта вот туда вращается, вот это вот бедро, я на самом деле, очень часто начинаю от ее отворачивания, центр при левом вращении, то есть, я при правом, я как раз стою, а она вращается вокруг меня, при левом, я начинаю, так же, как при правом вращении, что вниз вращается, а дальше, я вот, вот эту часть, если у меня пряжка, у меня есть, пряжка, я ее чуть-чуть, от нее отворачивать, создавая при этом большой-большой округ. То есть из-за этого что происходит? Что у меня рука не ездит относительно моего позвоночника. Чтобы не было при левом вращении вот это положение. Потому что мы с вами делали упражнение для того, чтобы почувствовать вращение вокруг позвоночника. Мы голову девочки всегда оставляли вперед, но на деле всегда при левом вращении, конечно, мы оставляем голову влево. Потому что если это, допустим, движение наше с вами назад и вращение влево, как раз чтобы, как Дима сейчас показал, уйти в небольшое смещение от партнера, Дим не нужен, Димочка. Нам как раз нужно без головы в руку, поэтому, да, упражнение мы оставляем голову вперед, но если мы с вами уже начинаем чуть-чуть более предметно обсуждать левое вращение, мы оставляем голову влево. То есть, ну, вот, то есть у вас должно быть ощущение, что вы, если на беспакованном утра пустите, то значит, мы просто два плана не стоим. А так покажем тебе. То есть это уже не пели друг в друг и туда, а добуды немножко выкручивая первую часть, на 10 минут. Мы скользим друг по другу вот в этих частях, чтобы не было друг напротив. Чтобы попрактиковать эти два вращения, ребят, просто два движения под катавитный шаг, правый поворот. Вы тут и левое вращение потренируете, и правое вращение. То есть, если мы чуть подальше сейчас оставили. Как мы это используем во время техники, вроде механики понимаем, мы обеспечили, что это делать, как это применять? вот я вот тут вдавительный шаг. Первый – это вращение вправо. Теперь вращение влево, да? Я не вращаю ее относить на себя. Я начинаю с себя растягивать органы. Вот здесь происходит шифт. Шифт – это смещение. Соответственно, каждый на своей стороне. Теперь вращение вправо. Опять пазл начинает. Вверх – развивает. Я надеюсь, что это было видно. В принципе, я думаю, что по информации на сегодня все. То есть, мы основное хотели вот про вращательную плоскость поговорить, потому что она основная. И что самое печальное, что вниз вообще очень редко используется. Видят картинку наверху, ага, добавляем вращение, добавляем вращение. И это все начинается настолько расшатывать пару, что как итог, мы должны создавать амплитуду, амплитуду движения. А мы, наоборот, ее съедаем, и у нас получается только ну вот этот… Перевалочка. Перевалочка. Перекатушка. Перекатушка, да. Вот. Поэтому все, ребята, снизу. Да. Мы по вращению сегодня закончили. Я думаю, мы все равно в течение последующих двух дней, конечно, будем возвращаться. Но завтра, завтра будет еще все сложнее. То есть, сегодня, конечно, я думаю, что было непросто, но понятно. Завтра, ребятки, будет, конечно, уже трешняк, мы пойдем в наклоны. Сразу же вам говорим. Наклоны. Зачем? Куда? Почему? Какие типы наклонов? То есть, завтра – это прям, честно, моя боль. О чем мы будем говорить завтра. Да. Потому что, как я вижу, очень часто наклоны применяются вообще мимо. И не тем. Вот. Давайте тогда на сегодня все. Спасибо большое. Но сейчас мы ответим на ваши вопросы. Поэтому мы к вам садимся. А вы их задавайте. раз. Так. Во. Отлично. Хорошо у нас видно. Может, камеру чуть-чуть на нас положить? Мм? Можно камеру на нас чуть-чуть наклонить? Во. Мне кажется, так хорошо. Да? Угу. Так. Да. Ну что, вопросов нет? Ну, отлично. Мне сразу не думать о том, что сводят. Пока пишут. Пока пишут. На самом деле, да, ребят, вот сегодня мы с вами поговорили отдельно о вращении. Завтра там наклоны. Все равно, конечно, эти все плоскости пересекаются. И у нас в последний день будет для вас сюрприз. Да. И в последний день как раз мы, наверное, все это будем сводить воедино. Как же это все применять на движение. Все эти три плоскости. Потому что говорить о том по частям, как это сделать там в одной фигуре, в другой фигуре. Но в целом понять, как это можно применять на поступательных фигурах и на фигурах, например, линиях. Ну, все это вот как бы целостно, да, сопоставить. Это, конечно, очень-очень непросто. Потому что, честно, ребят, мы попытались в эту тему расчленить, так скажем, ну, многие аспекты, которые вообще никто никогда, ну, по крайней мере за нашу консультацию, никто никогда не разжегал. Не разочленял. Все так образно говорили. Ну, вот давай-ка тут. Добавь больше вращения. И вот тебя сначала сносит с ног. Ты пытаешься там активировать действительно вращение в корпусе, в сторонах, тебя это еще больше разносит. Потому что, ну, не было бы конкретного понимания, какую часть тела вращать, а почему там про низ мы вообще ничего никогда не слышали. То есть вращение, значит, вращение наверху, фигачили все всегда верхом. То есть, когда вот эта вот система выстроилась, да, то есть для нас это уже сейчас естественно, что мы начинаем все, ну, как бы снизу, да. Но для танцоров это, когда ты вот почувствовал эту амплитуду в верхней части, это совсем неестественно ее убирать и начинать, допустим, снизу. Поэтому, ну, вся эта тема, она очень абстрактная. И попытать, ну, мы ее попытались вот так структуризировать и разложить по полочкам, да, чтобы вам было понятней. Но все равно, конечно, очень много аспектов, нюансов, которые там остаются и исключения из правил и так далее. Поэтому вот, я думаю, ключевой момент будет третий день, когда мы попытаемся все это свести поединку. Да, поединку. Вот давай сразу же. Говорят, расскажите первое. Иван Лобачев, расскажите, пожалуйста, про смещение лево-клево на левых вращениях. Там не лево-клево. То есть, если о чем мы сегодня разговаривали, там, наоборот, еще больше право-право. То есть, это больше как уходит наружу право-право. Мы иногда, конечно же, в левых вращениях, в сильных левых вращениях мы наоборот делаем, когда смещаем лево-клево. Но в данном случае, если брать большую классику, то есть не очень сильная степень вращения. Если так, давай покажу. Сейчас я поправлю камеру секундочку. Вот так, наверное, да? Да. То есть, смотрите, если мы делаем левый поворот, медленно-мазь левый поворот. Вот в этот момент я не иду вот сюда, вовнутрь. То есть, когда, опять, мне надо вращение в левую делать, я иду вот таким вот. Я начну обращение низа, и у меня идет небольшой шифт в левую сторону. То есть, как и тот, мы двигаемся вот таким прямым. Не она передо мной двигается, а мы начинаем уходить друг от друга и чуть-чуть в сторону и вращаемся вниз. Да. Но я еще думаю, что здесь имелось в виду, когда у нас большая апрета вращения, чтобы чуть больше держать в форму. Да. Когда большая апрета, там, ну, возьмем обратно, допустим. Но здесь немножко другой момент. Здесь это просто зона контакта у нас меняется. То есть, в левом вращении, чтобы нам было проще обойти друг друга, мы непосредственно, то, что касается вот нашего центра, да, мы стараемся чуть больше держать обе стороны друг с другом. То есть, если в правом вращении у нас всегда одна сторона у нас свободно свинкует, то в левом вращении эта сторона, она чухвоя закрыта. То есть, если каким-нибудь левым пивом... Ну, двойная пара. Двойная пара. Да, я вращаю вниз, но поддерживаю всегда левую сторону. Что касается, ну, там лево-клево, это крайне редко используется только в каких-то прям очень обдумных левых пивотах. Ну, вот левый пивот я использую. То есть, когда идет очень большая степень вращения, я как раз использую такую тему, что я ее смущаю, а потом возвращаю. То есть, получается, сейчас, конечно, я его утрированно показал. Еще раз теперь побыстрее без остановок. Получается, партнерша и я. Как итог, у нас connection в конце все равно право-право. Но если я ставлю право-право, а та человека до конца, при левым сильным вращением, я чувствую, что в конце начинает прям выкручивать подмышку партнерш. Поэтому я сначала ее вращаю, относительно себя. как раз механика может менять. Она и я. Тогда в конце у нас, мы относимы друг к другу, сохраняем ее движение. Возвращаемся к вам. Так, подскажите, пожалуйста, это движение в правом повороте. Акимова Галина. Не совсем понимаю, про что вы именно говорите, какое движение. Ксения Ермачкова. Какие упражнения нужно выполнять девочкам, чтобы не отваливаться от партнеров? Ну, здесь вот, наверное, самое такое хорошее упражнение для тренировки верхнего центра, это как раз, чтобы девочки становились по одному. Да, между двух ног. И старались совершать вращение на длинном позвоночнике. То есть первое, что нужно почувствовать девочкам, что у нас весь экстеншн, весь ровно у нас происходит, то он у нас происходит от верхнего центра. То есть вот в этом положении, как раз, если вы будете особенно это делать перед зеркалом, вы будете тренировать свой удлиненный центр. То есть это вот первый момент. Потому что, ну, как правило, у нас губит с вами неправильное вращение. То есть даже уже при постановке в пару, да, в любом случае, мы с вами должны совершать сначала вращение, то есть вот если я встану на левую ногу, у меня происходит сначала вращение, потом растяжение. И вот очень часто вот это как раз вращение, оно замещается сразу же на растяжение. И с этого, в принципе, начинается уже наша неправильная постановка, наш этвал в паре. Вращение, растяжение. Оно пускай в маленькой степени, потому что, да, у нас с вами настолько здесь распрощен спокойный забедренный сустав. Но тем не менее, все равно у меня правая сторона приется с партнером, левая вокруг работает за счет пиньонного центра. И только в конце уже, как итог этого вращения, рождается растяжение. Поэтому первое, что я вам советую, это научиться в вот эту вращательную плоскость создавать вместе с растяжением в конце от верхнего центра. Сергей Левин. Сергей Левин спрашивает, скажите, пожалуйста, когда будет доступна запись этой лекции? Я думаю, в течение двух часов после окончания. Дмитрий Ольга, добрый вечер. Такой вопрос. Как снять напряжение с правой руки партнера, если партнерша не висит? Такое ощущение, что я напрягаюсь от того, что хочу расслабиться. Ну, на самом деле, такой немножко вопрос с кодом, как будто надо... На самом деле, я думаю еще, что это, если, допустим, мы с вами раз мы говорим про вращение сегодня, да, мы это попытаемся связать с вращением. То есть, что возможно, что как раз вы делаете вращение гораздо больше 45 градусов, и у вас за счет этого локоть уже теряет поддержку от вашего бедра. То есть, получается, что локоть... Да, ну вот если... Подальше я стою. Да. Он уходит за спину, и тем самым... Так, 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 так. То есть, если вот такое вот действие. Да. И у вас, может быть, даже партнерша там и не висит, она, может, наоборот, старается перетягивать даже левую сторону, но вы будете все равно чувствовать, что у вас вот этот весь сустав, он перезажат в этом положении. Ну да. Сразу я чувствую, даже мне больно. Вы контролируете степень вращения. Да. Угу. Дальше. Если брать... Гринёв Алексей, если брать левое вращение, к примеру, в двойную обратную, то поворачивать только бедра, а право стоян... Вот уже ответили про двойную обратную. Никита Лазарев, можно ли включать все эти плоскости в Е-Д-классе? В Е-Д-классе вращение 100%. Наклоны... Ммм... Только один из типов наклонов, и мы поговорим завтра. То есть, в Е-Д-классе надо, наверное, прямо вот очень-очень аккуратно... Что касается трёх плоскостей, нет, надо именно вот вращение, да. Ну, потому что без вращения двигаться просто невозможно. А что касается наклона и слинговой плоскости, ну, наверное, вот прямо аккуратно, если наклоны, то только один из всех видов, о котором мы завтра как раз поговорим. А по поводу двойного обратного, я думаю, мы завтра ещё тоже будем об этом разговаривать, или там в третий день уже, когда будем про фигуры говорить. Просто вращение в корпусе низто начинает. Вращение в корпусе, оно всё равно происходит. Мы не можем совсем не вращаться. Вопрос просто когда? В какой момент? Вверх тоже вращается в левом вращении. Но в другой момент, нежели в правом. Ну, я думаю, это мы как раз в третий день будем уже подробно по фигурам разбирать. Да, да. Добрый вечер. У меня вопрос к Ольге. Ольга, какой частью спины вы держите спину во время шейба и зависит ли иногда шейб партнёша от позиции партнёра? Ну, я сразу отвечу с конца. Безусловно, если партнёша не сделала правильные какие-то действия, она стала тяжёлой, отвалилась или ещё что-то, и сразу же партнёр, конечно, уже реагирует на это. Это зависит от позиции партнёра. То есть, если партнёр стоит не очень хорошо, партнёр тоже тяжело выстрелить. Ну, это тоже, конечно. Ну, первое, что вот всегда я, когда начинаю там работать с парой первый раз, да, допустим, вижу, что позиции не идеальны. Там у партнёрши, да, попробовала с партнёршей, да, там есть проблемы, допустим, какой-то, может быть, отвал или что-то. Но первое, что нужно выстроить в паре – это правую сторону партнёр. То есть, для партнёрши создать своё вот, ну, я уже показывала, да, сначала вытяжение, да, то есть, когда мы создаём вот это вращение вправо при даже постановке, нам обязательно нужно, чтобы у нас было куда двигать свою правую сторону. То есть, если я сейчас чуть-чуть подвинусь, да, получается, я сначала создаю вращение, и потом от правой стороны я могу уже уйти в свою диагональ влево. Но если я не чувствую правую сторону партнёра, мне некуда, соответственно, и свою сторону направлять. Получается, что меня начинают относить. Поэтому первое, что в паре нужно выстроить – это вот как раз общую правую сторону, которая прежде всего начинается от правой стороны партнёра. То есть, партнёр должен быть как столбик, по которому партнёрши, как такое вино уже, ну, по спиральке, конечно же, с увеличением карабкается наверх. Да. Что касается по поводу, там, части спины, да? Да. Что ещё? Прочитай, пожалуйста. Какую часть спины вы держите спину во время шеи? На самом деле, я вам скажу так, что, ну, это моё личное ощущение. Я не думаю сильно про спину. Я думаю очень сильно про центр. То есть, мышцы спины у меня активизируются благодаря как раз моему максимально длинному центру. вообще, почувствовать спину, да, как, что я там держу, зажимаю. Ну, я не знаю, насколько это возможно. Я её никогда вот так вот конкретно прям вот спину, я чувствовала результат, что там, да, оно у меня свободно или оно у меня зажато, но конкретно активизировать спину я, наверное, никогда и не пыталась вообще вот так вспоминая, развивая свой шейф, развивая свою пластику. У меня всё всегда начиналось от центра. Потому что удлинение центра автоматически влечёт за собой удлинение мышц, которые идут вдоль спины, вдоль позвоночника. Соответственно, когда мышцы длинные, они становятся более пластичными, эластичными, как и позвоночник сам, да, вот я уже об этом говорила, что хочется, чтобы позвонки как будто бы чуть-чуть друг от друга с меньшей компрессией находились. То же самое и с мышцами находится. Поэтому, когда вы становитесь максимально такими вытянутыми в передней части, вы сразу же и длинные со спины. Как только вот эта часть, она становится одним плачком, сразу же компрессия идёт на спину и там уже дотянуть как-то, да, вот расширить свои лопатки становится невозможно. То есть вы начинаете с длинной центра. Да, вот по поводу длинного центра, вот смотрите, немножко так подискутирую. Девчонки, к вам в первую очередь обращаюсь, дамы, наши великолепные леди. Девчонки, мне кажется, что вы сейчас являетесь slaves of the shape. То есть slave в переводе с английского это раб. Да, то есть сейчас партнерские стандарты, заложницы, да, рабы шейпа определённого, вот этого большого объёма. То есть если раньше как бы объём большой не был настолько актуален, да, то есть работали больше, вот про что мы сегодня с вами начали, как работает изобедренный сустав, там колени, вот база, 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 а наверху, ну вот сколько туда придётся, столько придёт. Что сейчас происходит из-за того, что мы хотим визуальную картинку больше сделать? Если она создаётся не от базы, то сразу же идёт отвал определённый. И перестаёт работать как раз низ. И партнёр чувствует тяжёлым. Поэтому мой совет в первую очередь, девчонки, какой бы вы шейф не создавали, создавайте ровно столько, сколько вы можете на данный момент. То есть если вы можете от низа создать, не знаю, там 30 сантиметров, значит 30. Если Куликова может метр сделать, это не значит, что вы на данный момент должны делать метр. Потому что она со своим опытом, она очень много лет это в себе развивала, и допустим, если вы даже наше видео посмотрите, 10 лет назад она не так танцевала. И она была в меньшей шейфе и при этом больше зажата. Ну, хотя мы там являлись финалистами чемпионата мира, но объём с годами увеличился, но при этом становился свободным. Но всё это начиналось от низа. То есть сейчас для неё это комфортное состояние её спины, которое она может развивать. Если вы пытаетесь сразу повторить её картинку, то, что она делала 10 лет внутри своего тела, искала вот эти все скрутки, растяжения и так далее, и так далее, и сейчас сразу просто хотите получить максимальный эффект на данный момент, естественно, у вас не получится просто сразу. Я вот помню, у нас был этап такой развития тоже в нашей карьере, что, ну, мы уже знали довольно-таки много о создании картинки наверху, но чувствовали, что у нас есть пробелы чуть-чуть по механике как раз вот тазобедренных суставов, там, ну, вообще суставов ног. И мы как-то углубились в это дело и стали прям вот, ну, действительно работать над механикой низа суставов. И я помню мой шок, когда, ну, вот мы там работали, 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 вышли там на какое-то соревнование или как первый раз после вот проделанной, так скажем, да, вот этой работы. И первое, что нам сказали, ребята, вы стали такие пластичные, такие свободные. У вас верх настолько стал более фри, такой эластик. Заполненный. Типа, что вы сделали? А мы всё это время, там, сколько-то, два-три месяца мы работали только вот над суставами, в первую очередь над тазобедренными суставами. И насколько был результат первый, да, то, что у нас вот эта спираль, которая начала создаваться внизу, насколько она создала больше вот этой подвижности и эластичности наверху. То есть это на самом деле вот, ну, вообще переоценить невозможно. То есть всё, старайтесь начинать вот как раз снизу, это прям... Да. Сейчас очень хороший вопрос Наталья задает. Когда используется шейп-ин, а когда шейп-аут? Вот, ребят, на примере правого поворота. Вот если в конце правого поворота у меня идёт не синкопированная фигура, допустим, там, вторая часть правого поворота или бейзиковый спин-поворот, да, я использую шейп-ин. Почему? Чтобы почувствовать себя в итоге на ногах в конце фигуры, когда я опускаюсь. Если у меня идёт следующая фигура синкопированная, допустим, раннинг-спин, я использую шейп-аут, чтобы меня вес головы приглашал активно в следующую фигуру, где у меня идёт сикопа. Раз и. Чтобы у меня была уже начальная скорость. Я думаю, сейчас мы с Ольгой покажем. Мы встанем. Я думаю, это будет очень видный и понятный. Т.е. если, допустим, я заканчиваю правый поворот, я думаю, я на вас дикую, просто сюда. Вот таким образом. Если у меня следующая фигура, на вас, раз, два, три, да, спин-поворот, допустим, классический, я больше буду решить и, т.е. если сейчас руку грошу, чтобы на них было, т.е. не а лоб, а больше и для того, чтобы когда я опускаюсь, я чётко был над ногой. Тогда я могу проконтролировать скорость следующей фигуры. Если же у меня идёт ранний спин, если у меня, если ау, это сразу провоцирует меня на активное следующее действие. Можно я сейчас один покажу? Посмотрите, если идёт раз, два, три, чтобы хочу себя над ногой присутствовать, присутствие над ногой, я делаю шейф-пин. Если мне надо активно двигаться, не знаю, ранний спин, то или, допустим, натуральных половей, да, что-то такое, или хил-пул, когда у меня раз и фигура, тогда я уже отсюда исклю шейф-ау, который помогает мне разогнаться, чтобы был вес для следующей фигуры. Там давай, может быть, сразу про левое вращение. Можно? Подожди, там слишком много. Здравствуйте, Дмитрий. Насколько мальчику надо убирать корпус назад в раме? Не надо. Но вот корпус назад я никогда не убираю. Я всегда двигаю свой вес правой стороны вперёд, так же, как и левой. Вес головы может быть контр-баланс. Может, чуть-чуть, двигаемся сюда, не могу. Так, от чего зависит, когда делать шейф-ау-т, а когда шейф-ин. Да, уже проговорили. Можно левое вращение у мальчика. Можно как какое-то, то есть, ещё раз, в левых вращениях вы должны чётко все понимать, что больше работает вниз. База. Дальше. Вопрос. При построении своего корпуса верхняя часть, примерно грудная клетка, начинает заваливаться назад. Но это сложно прочувствовать. Как это можно исправить и какие есть упражнения, которые помогут это исправить. Но вот Ольга уже говорил сегодня. Егор Подосинников. То есть, грубо говоря, насколько я понимаю, вот эта часть провалена. То есть, это значит, что вот как раз где-то центр разваленный, и вот эта часть просто начинает балансировать назад. Ну, ещё часто то, что я как раз с кубки. Если я правильно понимаю, есть вот эта проблема. Грудная клетка, где-то примерно грудная клетка развалена. То есть, должны гораздо длиннее центр выставлять на одного. То есть, есть тоже такое вот, англичане очень любили, когда если галстук висит, и вот он должен не лежать на пузе, а он должен свисать. То есть, если я стою, что вот эта часть надо будет не там, не вот так вот, тогда галстук будет лежать. Плюс, как правило, вот все вот эти положения в корпусе неприятненькие, да, когда идёт отвал, это значит, что вы слишком параллельны плечи относительно бёдер. То есть, чтобы вам себя чувствовать более дотянутыми, как раз значит, что вам не хватает наверху диагональ. То есть, даже у партнёров всё равно обязательно диагональ, она должна присутствовать. То есть, это вас как бы и дотянет тем самым вперёд. Да. Дмитрий Ольга, добрый вечер. Вопрос следующий. Где можно найти запись данного марафона? Записи ещё нету. Мы пока ещё онлайн. Но она будет через два часа, где-то полтора-два часа в Телеграм-канале после завершения. Как использовать правое вращение в левых фигурах? Например, левый поворот. В любом случае, от низа. То есть, у нас любое вращение начинается от низа. То есть, если я делаю левый поворот, и мне внутри левого поворота надо создать правое вращение. Вот я начинаю вниз. Дальше проходя на ногу, и я вниз туда посылаю. То есть, у меня вот этот низ туда идёт. То есть, ни в коем случае не открываться в эту сторону. То есть, всегда у нас вращается нижняя часть, даже если у меня идёт там позиция Сибири. Не знаю, ЦБУ, ЦБУ. Вот я встал, у меня, да, вроде левая фигура, но внутри есть правое вращение. И я делаю это за счёт низа. Вверх он развивает. То есть, всё начинается от базы любого вращения, о котором мы сегодня говорим. Дальше? Так, расскажите, пожалуйста, ещё раз про левое вращение, как отворачиваться нижний центр от партнёрши, не отвернуть вверх. Вы должны научиться себя разделять. Да, сегодня мы тоже, наверное, дадим вам домашнее задание как раз на эту тему. На примере вступительного шага в вальсе, если можно. Ну, давай, вступительный шаг. Ну, давай, да. Подготовительный шаг. Значит, ещё раз. Право, разворачивайся потом нижний. Нижний центр, вероятно. То есть, если я встал, вот сюда становлюсь, у меня вращается база, да, но очень важно, что правая сторона двигается вперёд. Чтобы не было то, что вот, видите, я сразу прошёл назад. То есть, когда у меня идет вращение влево, то всё равно движение вправо, стороны вперёд. Я надеюсь, что кто-то слышит более. То есть, посыл веса, он всё равно идёт через левую сторону, вправую и туда в партнёршую. Действительно, себя отвернёте. То есть, здесь очень важно именно такое, как вот, ощущение Я надеюсь, что у меня вращается в стуле, которая вошла через левую сторону, вышла через вашу правую, а потом уже прошла в партнёр. Следующий вопрос. Во время вращения упражнения у нас вес остаётся между ног. Он может оставаться как между ног, так и переходить с ноги на ногу. Вот, фига, отойдите, чтобы показать вес с ноги на ногу. Да? Это можно и так, и так. Также через центры. Я стараюсь оставаться по центру, а Ольга больше вокруг меня путешествует. Получается, что она путешествует. Если туда, или ты тоже? Ну, сильно. Я тоже чуть-чуть. Мы, конечно, можем делать с переносом веса, система от этого не меняется. Мы можем делать на одной ноге, у тебя есть, а потом я стою на левой ноге. Могу делать то же самое на правой ноге. Эти фигуры-то разные бывают, да? Может быть, это не принципиально. Расскажите, пожалуйста, по каждому шагу правого поворота, где нейтральное, где вращение, где растяжение. Но давайте так. Мы должны это всё связать, вот если просто даже говорить про правый поворот вместе с другими плоскостями. поэтому это мы оставим чуть попозже. Скажите, пожалуйста, чем отличается Shape Out от Shape In. Shape Out – это давление друг в друга. Мы чувствуем давление, и от этого у нас верхняя часть начинает раскрываться. И у партнера, и у партнерш. Да? Как контр-баланс головой. Shape In – это когда бедро и ребро у партнера стоят на месте. То есть они оставляют внутреннее давление. А между ними, то есть плоскость живота, вот эта вот, которая у нас жирки, они начинают в себя работать, inside. И, соответственно, партнерша проваливается в этот ваком, создавая при этом Shape, а партнер более вертикально остаётся. Что происходит с замком во время вращения? Ну, он тоже развивается вперёд. То есть если… Я на эту сторону хожу вот отсюда. Когда я начинаю делать вот мой замок, когда я начинаю вращение, естественно, у меня угол тоже чуть-чуть меняется. Я не могу вот сюда менять. Да? У меня, естественно, развиваются все суставы. Кстати, очень хороший вопрос. У нас был марафон «Идеальная позиция». И также у нас в онлайн-школе есть модуль про позицию. Там очень много про это рассказано. Просто у нас про позицию там 3,5 часа. И суставы рук у нас только на суставы. У нас полчаса вообще видео. Там в деталях мелочайших. Что происходит так? Вопрос к Кольме. Есть ли какие-то упражнения, чтобы научиться так сводить лопатки, как вы? Ну, это вам надо либо в онлайн-школу, потому что там вот только тоже. Да, там целый у нас блок, наверное, про лопатки. Да, сегодня мы все-таки про как сделать сами шейпы. Да, начали с вращений. Потому что вот это уже мышечная работа внутренних лопаток, кисти. Это, ну, немножко, ну, другое, да? Другое, да. Ну, что я могу вам порекомендовать, да? Вот, на самом деле, все равно вот это действие, о чем сейчас... Да, вот по поводу вращательного и вашего растяжения. То есть это первое, что поможет вам стабилизировать ваши лопатки. Да, потому что, как бы, пока лопатки не стабилизированы, вам будет, ну, как бы, да, недостаточно длинный центр у вас, вам будет, конечно, тяжело их куда-то там еще растянуть. То есть первое, что вам нужно постараться сделать, это их стабилизировать. Да, чтобы их стабилизировать, опять-таки, очень важен длинный центр, который у вас всегда меняется, а вот эта зона остается стабильной. То есть это вот самое первое-первое. Сергей пишет, спасибо вам, убедился, что я правильно преподношу своим ученикам информацию по вращению, для себя открыл растяжение при вращении влево, больше думал, что смещение в кистях происходит, хотя при этом чувствовал растяжение корпуса, как вы говорили. Ну, мы очень рады, Сергей. В какой момент шага нужно создавать вращение? Ну, начало вращения, оно всегда на опорной ноге, то есть перед началом шага. А уже корпусное вращение, оно создается в право-хлевом вращении по-разному. Да. Подскажите, пожалуйста, где партнерша должна проходить через нейтраль в правом повороте? Ну, при спуске, то есть у нас все вот эти вот нейтралки, это вниз когда идет, да? Как раз когда на опорной ноге мы начинаем вращение в тазобедренном суставе? Три раз. Три раз. Дальше. Есть ли движение на партнершу при вращении или только вперед? Не понимаю. Есть ли движение на партнершу при вращении или только вперед? Может быть. Да, имеете в виду? Не совсем понимаю вопрос. Сейчас. Кристина задала. Уточните, не совсем. Понимаю. Укажите, пожалуйста, как правильно работать своими тремя частями на оверсвей и фрэвуэй и на свиблах. Ну, вот это у нас мы оставили на последний день, потому что, опять, там все плоскости используют. Мы пока обсудили только одну. Тремя частями, наверное, тремя плоскостями. Ну, про линии обязательно поговорим в третий день. Как происходит вращение на правых пивотах? Есть ли растяжение в конце шага? Но, на самом деле, это зависит от скорости, если на это время. Но на пивотах чаще всего нет. То есть, у нас практически нет растяжения, есть только вращение и движение веса по стопе вперед. Когда я передвигаюсь, что я прохожу весом через стопу и создается из-за этого небольшое дыхание. Но, на самом деле, растяжения как такового нет. То есть, наоборот, ребят, нужно стараться препятствовать растяжению, потому что, чем больше вращение, начинает центробежная сила нас еще больше относить друг к другу. Поэтому, как раз опять за счет силы вытяжения в центре, мы должны вот этот объемчик немножечко делать более компактным. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Когда используют шейп-аут? Ответили. Спасибо огромное, Ольга и Дмитрий. Очень много интересной новой информации. Очень рады, Юлиана. Какие упражнения вы используете для улучшения работы суставов? Упомянуты в Ольгах несколько месячный период. Вот то, что я показывал даже, когда вот просто нога и сторона противоположные, да, очень много вот этими работали. На самом деле, без рук танцевали, то есть, старались руки не использовать, да, и какие-то примитивные фигуры, то есть, ни в коем случае там никакие не сложные. Просто даже правый поворот натуральный, но здесь важно не упереться друг в друга центрами, как вот, ну, некоторые пары, мы можем без рук станцевать. Упираются центрами и, в принципе, двигаются таким образом по залу. А здесь как раз именно совпадать в скорости изменения как раз вот этого вращения, в скорости давления в опорную ногу. И тогда у вас как пазл все будет совпадать. Антон спрашивает, добрый вечер, расскажите еще раз про степень вращения напрямую правого поворота. Как много я вращаюсь над опорной левой ногой перед первым шагом? Ну, хороший вопрос, я вот распишу таким образом. Немножко будет грубо, но туда. Вот если я стою, давайте так. Вот это нейтральная нулевая позиция. Вот так, это минус один. Вот так, это минус два. Вот это нул. Вот это один. Вот это два. Окей? Если я делаю повторительный шаг, я начинаю с положения минус два. Счет три, еще минус два. Вот когда я начинаю доходить до ноги, я начинаю вращение в базе, но вверх еще не скучается сразу. У меня нижняя часть начинает вращение, вот то, что мы говорили. Вот это действие, когда одна нога держит другую вращение. Дальше. На центр баланс я уже становлюсь один. Уходя с центра баланса ноль, один, два. То есть в конце я должен быть плюс два, начиная с минус два. И не так, что минус два и в начале шага плюс два. То есть у меня сначала до центра баланса я веду правую сторону, вперед. Она всегда держит меня вперед. Но она опережает у меня левую сторону. То есть я не стараюсь над ногой уже вывести левую сторону вперед. У меня есть все еще правая сторона. Уже не минус два, конечно. Минус один, но есть ноль, один, два. То есть когда я дохожу до ноги, уже должен быть плюс два. Продолжаем. Когда партнер... Слушайте, честно, вы меня пугаете. Я читаю какие-то сообщения, а написано внизу у меня. Новых сообщений 29. Мы вас тоже очень любим. Ускоряемся. Да, ускоряемся. Когда партнер становится к партнеру и делает вращение, как избежать того, что правая рука и плечо отваливаются от партнера? Ну, опять-таки, не разделяйте себя. То есть если у нас с вами идет правое вращение, обязательно правая сторона должна продолжать двигаться в партнера. Я встану. Да, то есть получается, вот, я вращаюсь вправо. Мне уйти? Вращаюсь вправо, но все равно вот эта сторона, она не уходит сюда. Чем больше я подаю левую сторону вокруг, тем больше правая сторона продолжает на улице. Да? И так все равно продолжает через партнеру. Не всегда. Все, все. Возвращайся к нам. Добрый вечер. Вопрос насчет танца танго. Подскажите, пожалуйста, в нем используется больше шейп-ин, правильно? Да. Больше шейп-ин, но, конечно, у нас есть какие-то иногда большие акценты, когда энерги-аут идет, мы используем также шейп-аут. Спасибо большое. Очень круто. Наталья Иван, спасибо. Крисина, есть ли движение стороны корпуса у партнера на партнершу при вращении для увеличения шейпа? Ну, вы имеете в виду то, что двигали я в нее сторону? Тогда да. То есть, конечно, у меня в любой шейп это движение вперед. Да. То есть, только шейп-ин, я живот в себя втягиваю, но при этом, допустим, ребро бедро все равно вперед двигается. В пивотах не очень понятно. В партнерша идет вращение корпуса за партнера. Под левый локоть она должна ставить в первую очередь ногу. Корпус, ну вот мне, допустим, я не люблю чувствовать, что Ольга меня закручивает туда очень сильно. Я тогда чувствую мега вращение. Да, на самом деле, то, что вот я основное думаю, это мне нужно идти правой стороной через него. Верхняя часть, она уже, конечно же, левая сторона, она помогает вам дойти до ноги. То есть, если мы будем только правой стороной, вы всегда будете немножко в таком, ну, как бы центральном балансе. То есть, правая сторона идет, а левая никогда не доходит. То есть, у вас правая сторона идет папюра, а левая сторона помогает вам дойти до ноги. Но ни в коем случае не так мучается за него. То есть, здесь такой немножечко, ну, момент, конечно, непростой, потому что вам нужно все равно оставаться при этом в левой руке, но мы смещаем чуть-чуть больше вес к правой стороне, потому что, когда активное движение, когда активное, точнее, вращение, да, правое, у нас с вами вес из вот такого растяжения влево чуть-чуть ближе соединиться должен как раз с правой стороной в центру пары. Такое ощущение, что, когда попробовали вращение, контакт стал лучше. Ну, вообще мы без вращения вообще ничего не можем делать. То есть, у нас в каждом шаге есть вращение в той или иной степени, в той или иной части тела. Да, то есть, просто плоско ходить, ну, я не знаю, где такое есть. Вращение везде. Спасибо, очень полезная информация. Хотел бы узнать, как вы избегаете появления прогиба в спине при сильном шейпе аута? Ну, наверное, то, что все равно это идет от низа, в первую очередь. То есть, не разваливаем. На самом деле, дуга она все равно будет, да. То есть, естественно, дуга, да, ее убрать совершенно невозможно и это нормально. Просто главное, когда мы с вами создаем дугу, допустим, сильную, она у нас начинается от колена и следующая часть, которая следует, это не ваш живот и бедра. То есть, колено и дальше вы все равно должны стремить друг к другу, направлять в верхний центр. То есть, уже, да, как результат может быть, вот, допустим, если я стану тоже в профиль, я вроде направляю в него второй центр, но за счет того, что колени меня, ну, начинают делать ближе к полу, да, получается визуально большая довольно-таки картинка, но при этом все равно направляются в верхний центр. И второй момент, когда мы начинаем колени и сразу вот эту часть, допустим, друг друга направлять, тогда у вас прогиб, ну, сейчас должна я показываю, это странно выглядит, но в паре, ну, действительно, часто такое бывает. Плюс еще, вот, ребята, правильно Ольга сказала, естественная какая-то, да, дуга. То есть, вот, если я встану, вот, нельзя, фокус мобильный, вот, у меня, ну, естественная моя дуга в теле. Не надо вот думать о том, что вот надо мне, вот, сейчас я сделаюсь, я ровно постараюсь, вот, все, я встал, у меня там менее ровно, но это ужас. То есть, это зажим, конечно, вы должны делать все, чтобы не распустить вот это. То есть, ну, вот если мы сейчас парим, ну-ка, ну, не знаю, парим чек, спрашивай. Забирай, так, мне так надо. Да. Окей, так это очень чуть-чуть. Вот так тоже, наверное, нет, вот так. Вот, да, сейчас хорошо. То есть, у нас вроде бы зона контакта, она уже, конечно, становится ниже, но направленность под колен все равно под верхнюю центру. То есть, просто в этот момент мы уже не касаемся друг друга линией под грудью, а все равно от колен направляем ее не от колен в нижний центр. Да. У меня опять телефон сломался, я беру телефон менеджера нашего, великолепные данные. Дмитрий и Ольга, огромное спасибо, очень ценим вас. Спасибо большое. Поцелуйчики. Какие вы классно, так приятно на вас смотреть. Спасибо. Она мне тоже нравится, честно. Спасибо, огромное любим вас. Спасибо, Валерия. Ну, в принципе, вот что-то пишут вроде еще, но мне кажется, какие-то основные моменты мы ответили. Вот, ребят, еще раз хотелось бы, наверное, ну не то чтобы попросить, просто умоляю. Валерия, постарайтесь приходить на лекции онлайн. Вот опять, представляете, сколько сейчас было вопросов, что-то там не затронули, не успели, может быть, что-то непонятно. Мы будем только рады помочь. Вот мы здесь ради вас, вот честно. Я, конечно, хочу безумно кушать, но сейчас у меня уже автопилот. Давай у вас последний вопрос. Дмитрий, вращение происходит вокруг позвоночника или ось вращения меняется относительно опорной ноги, а вокруг позвоночника больше. То есть я, ну, понятное дело то, что это все связано у нас, да? Но ни в коем случае что надо избегать, что вот начинается вращение по большому кругу. Когда сам позвоночник начинает вот так ходуном ходить. То есть мне очень понравилось пример шампуры с шашлыком. То, что у меня идет ось и мясо. И вот мясо вращается, а ось она стоит. То есть я всегда внутри эти вращения пытаюсь делать. На какой из ног, в принципе, разницы нет. То есть у меня, конечно, я когда-то в центре баланса начинаю вращение делать. Да, у меня идет вращение. Но у меня ось не относительно стопы в данный момент. То есть опять, что мы говорим. Потому что не все вращение совершено на стопе и пошел. Да, то есть мы совершаем вращение в движении. И важно вот эта кость, чтобы была от копчика до затылка. Вот это должна быть прямой. Так. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Все пишут теперь спасибо. Ребятки, ну, теперь ждите домашних заданий. Спасибо вам большое, что были с нами. Будем стараться проверять. Вот опять, в чем может быть небольшая трудность. Мы будем стараться все успевать, да? Но вот сейчас у нас пол одиннадцатого вечера. Я думаю то, что многие сегодня, может быть, не успеют сдать задание. Завтра все посыпятся. И когда посыпется за двадцать минут до начала новой лекции, ну, наверное, мы вполне возможно не успеем проверить. Вот. Мы будем, конечно, очень стараться, но вот, ребят, по возможности мы, конечно, все будем отвечать как можно быстрее. В любом случае мы всем ответим. Вопрос только в том, успеем ли до начала второй лекции. Да, то есть не переживайте, если до начала второй лекции мы вам не проверим. Да, то есть у нас уже опыт, конечно, есть. Мы постараемся сделать максимум. Но еще раз, вот если кого-то что-то пропустили, будьте чуть-чуть даже наглыми. Скажите, меня забыли? Еще раз пришлите видео. Вот. Но, по идее, мы никого никогда не пропускаем. Все, ребят, всем спасибо. Завтра у нас очень важный день. Будет все гораздо еще сложнее, будет еще больше вопросов. Поэтому вам просто удачи. Спасибо большое. Все, пока-пока. До завтра.